здрасте я буду с листочками я наверно расскажу о нашем знакомстве дяди гора мне так принято всех называть дядями тетями вот сегодня мы в мастерской поговорим о святом великом и хорошим наверно самого банального вопроса вот самый банальный вопрос вашей биографии родился женился творческий путь родился в кустана и тут шахматы где устаная восемь четвертом году пошел учиться где-то лет в девять художественную школу наш в центре города центре города но не доучился на третьем курсе пришлось уйти так как затруднение было в финансах там же как бы вот потом закончил школу в 2000 девяносто пятом году какой-то школу и в 2000 году поехал в челябинск поступил художественное училище на скульптор там проучился пять с половиной лет и приехал обратно домой всем известно ваша мужская семейная династия да да мне отец для скульптор старший брат старшина но он остался челябинскому там я вспоминаю когда-то в газете появился в основном для газет знаменитые изображения фотографии до оказывающие на маленькие бреда вы учились учился ты тогда учился ваш отец как бы был толчком среда среда обитания получать с маленького возраста я рос то что там отец художники они чем приходили художники но среди нас рыдаши бестонарских художников но большинство конечно получал но помню прекрасный вдохновлялся и питался энергетикой энергетикой в принципе основы были положены от солдаты даже не шел скульптуры изобразительного скульпту вот ну могу сказать отец у меня закончил в кунгуре на камнересу речи по каналу я выбрал скульптуру потому что наверно нравится монументы почти скульптура монументально керамика она больше при к прикладном искусство относится скульптура тоже моментально мне это нравится ну тогда тогда к следующему такому вопросу кто вдохновляет именно сейчас всегда так скульпторов поэтов музыкантов понятно что много может я даже да много раз говорил вдохновляет меня наши куски художники проходят ежемесячного картины галерии выставки мы посещаем также встречаемся в мастерских но они приходят сюда они вдохновляют по большей части также мы общаемся с поэтами с музыкантами конечно каждого среда такая творческая такая специализация творческой среды вот смотрите тогда вот тенденции до тенденции с точки вот меняется наши художники допустим вот есть стиль у каждого художника то есть свое восприятие да если мы говорим о наших кустанайских художников вот они меняются или вот какое-то такое не меняемое зависшее состояние вопрос конечно к интересу или просто придерживаться то есть можно это выиграть так да вот меняемся до меняемся можно сказать а вот можно застрять в одном так скажем ключи либо это может быть неправильно меняться не нужно у каждого вот стиль до поля развить и все равно происходит на месте не с ними но какой-то выработанный стиль он присутствует уже там если взять захарщенко у него же есть это что битьешь или у сокова как бы много художников которые что-то свое нашли ближе к сердцу новости какой-то же просто применяет его но развитие это идет разно как бы не на одном месте находится и перебью тогда вопрос за финансы творчество и финансы творчество и деньги то есть понятие такое банальное опять же у нас есть что художник был должен быть голодным я за абсолютно это устоявшиеся народа в данном мире он не должен быть никаса сафронова вспомним выставку на наши картинные галереи она обсуждалась со всех сторон и наверное наши то есть я что слышал о том говорю не помню вспомнил на сергея дмитриевича лугового да точно не процитирую но мне было смысл в том что ну ладно ладно он продается он творит это может какой-то кич да так в общем да там ну вот я может так не совсем своими уже словами но он работает и он не бедный художник на воде довольно богатые довольно хорошие связи может быть и сейчас у этого у нас художников не хватает этого рыночного рыночного плохое слово такой ну да не до такой маркетинговых ходов так скажем переведем ну да да вообще никаса фронов я считаю что это очень удачный 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 как проедет перспективный художник я уважаю и как человек и как художника когда вокруг него много всего там пиара естественно там говорят это актеры актриса я считаю это правильно большинство людей художников они более пассивны можно сказать в жизни но в социуме более закрыты хотя вот по работам посмотреть там бурную них фантазии все время но худо как говорится художник это большой ребенок чтобы себя как сафронов пропиарить но это надо иметь жил код такую у нас его кто-то нет мы изначально как бы такое что например когда я учусь в челябинске вот наш карпенко александр к нему приходил очень много менеджеров которые хотели заняться его пиаром он ведь это чувство для меня в ней это не надо ну как бы этот художник как бы мышление потом есть метро шин в челябинске художник довольно очень богат художник даже как бы выставляется вьет скульптуры и золото на выставку и свои работы творческие он не продает только на заказку что-то делал ну как бы две такие параллели правда конечно у кому-то вот или везет может быть или я даже не могу сказать потому что в истории если взять много художников бедный да но есть богат сальвадор дали он бедный жил был очень богат репин должен был богат то есть по большому счету каждый решает сам мне просто иногда но это всем твой может ментальности вот это плаксивость то есть когда ты ну вот я вот такой великие могучие меня не ценят это наверно всегда так было и будет но вот она наверное или я это так оцениваю что наверно по ходу перебирает может быть я не говорю конкретизировать кого-то да какой-то но действительно работы действительно офигенно вдохновение чтобы вдохновляла и в любого вот нашего устанайского действительно художника войны действительно хорошие шикарные достойные чего-то большего уж какой-то должно быть разделение да нет и так уже да это уже по первого так по первому то есть как с этой проблемой то есть наверно мы приходим к такому выводу что художник должен быть богат но почему нам не богатый не правда для себя решает свойства богатства но главное чтобы хватало на хлеб на сути в принципе и чтобы не думать об этом я думаю должно быть но живем мы в таком социуме таком государстве как говорится не в европе там по-другому там художники не думают об этом они творчески работают и о деньгах не думают по сути ну есть минус в европе то что люди живут хорошо начинает задумываться о извращении всякие парады и тому подобное маска бы такого нет у нас человек думает как заработать деньги а другом уже не хватает ребенка как бы получается там плюс и минус так ну тогда продолжим тут всегда планы тут шахматы пытаемся играть ситуации не знаю давайте я тогда похожу чтобы у нас действие какое-то было чтобы не знаю кто кого выиграл ну как бы действие должно происходить ну тогда перейдем тут сценарий естественно у нас есть тогда перейдем о суммах да о суммах денег вот какой бы вам вот тогда нет не о сумме денег а вот как бы вы хотели тогда вот та ситуация которую вы сейчас вам надо зарабатывать денег семья там все содержать и творчество две такие борьбы вы бы остались наверное вот в том ситуации в которой вы сейчас либо либо перешли ну допустим чисто на творчестве то есть даже не сумма денег которые вам необходимо да а вот либо по то либо другое затрудняйся ответить на вопрос потому что опять же в нашем наше время заниматься просто творчески это невозможно тогда приходится роман да тогда потом все таки совещать это очень сложно когда ставим тот изначальный вопрос суммы вам необходимо чтобы заниматься заниматься я думаю пару миллионов то есть заниматься тем что чем чем необходимо то есть пару миллионов и вы тогда обновенно перешли на творчество да я просто работал творчески работу скульптура или что-то еще нет скульптура скульптура но были конечно я тут продолжать порывы живописи цена цена порываешь ну нравится мне как бы плохо было что когда я учился у нас был один год живопись и остальные живописи как бы не хватает ну так же графикой почему нет мы же сплот как раз можно сказать я хотим до создать совместный до с тобой живопой графика и отравлять в черном-белом варианте у нас такая мы интрижку сохраним что у нас нам за сюжет будет ну грубо говоря мы хотели бы совместить вот этот проект именно творческие две такие 2 творческих направления на фотографии именно как график и графика с точки зрения изобразительного искусства хорошо интересно да будет думаю получится у нас ну все наши наверно жители области республики вашей такой концептуальной идеи создание бюстов наших людей города кустаная вас там более грандиозный проект был никто не знает более грандиозно там аллея до насколько она воплотиться ну пускай будет такой штучкой вот сколько на данный момент у вас по количеству и в той же планируется вот так затронем эту тему на данный момент двадцать четыре бюста уже есть двадцати четырьмя людьми так скажем пара жена но еще и думаю 12 сделать чтобы как бы полноценную персональную ну скажу что начинал я с ладом галбина с ним три года работали вместе он как живописец работал со мной с скульптур но он как бы воплотил да то есть у тебя живописи охота влад успел воплотить себя то он успела я не успела воспользоваться он сейчас германии живет хорош талантливый художник художник но сейчас без него уже начинаю как бы работу но мы с ним где-то четырнадцать бюстов сделать ну совместный совместный наехать сделал совместную выставку сделать нужно чуть-чуть как бы я добью количество леплю наших кустанайских жителей известных талантливых может менее известных ну в принципе я желаю куда-то как бы пытаюсь да работаю я в реализме сейчас данный момент но это всего лишь начальная стадия потом в дальнейшем буду в разных стилях пробовать бюст хотелось бы чтобы это пошло у нас кустаная потому что бюст при жизни это мне кажется класс портрет же пишет и жизни всем бюст при жизни более объемная скульптура она долговечна когда процесс такой вот вы тогда про скульптуру пробился и во всех отношениях у сам свидетель данного творческого процесса мы говорим сейчас про влюбляемость в модель который правильно сглая модель можно же наверх до модель чем я начинаю лепить и да ну или вы даже в процессе я если должны полюбить то есть прочувствую надо натурщик красавщика обязательно потому что на потому что фотографии если не полюбить ничего не получится именно когда ты влюбляешься в человека в душу плоскости в объем что-то получается ситуация меняется допустим представление а вот ты познакомился вот захотел сделать бюст да у тебя какой-то складывается общее понимание как всегда да встречаем там так там то есть я наверно скажу кардинально меняется вот восприятие то не понять понимание человека то есть допустим ты его представлял таким-то ну образно зажатым там не знаю там красивым а после скульптуру ты понимаешь что на самом деле не краски я тут за душевность пошли на за визуально я говорю восприятие вот допустим я вас как раз на бюст уже просто так делал я но образы придумываю именно подходящий человек вот недавно закончил евгения сотникова он бы по летах в медалях весь дамский угольник но это его сущность он это любит я это он и хотел это ну да 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 конечно некоторые вот тебя фотоаппарат на волосах пленка ну я думаю и сложности вот все таки сложности но бывает до чтобы они действительно были чтоб не казалось что вот-вот и поперло да нет конечно да есть конечно люди приходят моментально ловится сходство некоторыми проблемами или ну не улавливаю например ну я уже говорю по лаву пришлось маму звать чтобы она подсказала помогла но существенно текая ножа данных конечно но был еще такой вот полина беспайк международная модель даже маму звали как бы подошла пару слов хотя принципе они не скульптора да она видит уже в новом на протяжении какого-то у каждого мама да там уже и понимает и уже как-то скоординировать но бывать такие моменты но тогда вопрос такой интригующий вы понимаете вы когда соблазняете людей ли они вас соблазняют на чтобы пришли попозировали вам для творческого вдохновения для себя когда же будет все-таки выставка то люди то ждут им то надо окончания уже наверно подготавливаются к этому да вы нас как-то скоординируйте ну блять жизнь такая что он до суками и требуется работать отвлекаться от творчества конечно планируя в этом году и в том году планировал давно уже терпим форму может быть ближе к зиме так что надеетесь до этого ручки чуть-чуть осталось но как бы работа кропотливая но так если делать потому что надо слепить идет каркас потом набить форму залить форму высыхает его надо еще вышкурить надрезать потом покрасить как бы он затягивается там на один месяц минимум от 1 как бы тут у вас целая такая плеяда великих людей города кустаново да еще раз тогда с бюстами наверное завершим чтобы ее опять же долго не распространяться это все таки интрига какая-то которую мы наверное увидим надеюсь в ближайшие месяцы в этом году до кого бы вы еще вот прям хотели бы понятно что вот люди приходят от того человека которого вы сотворили в бюсте многие люди у нас вообще кустаново китайский край так можно сказать очень талантливый выходит здесь много чемпионов талантливых музыкантов художников лепить как бы можно но многих людей я как бы не могу акцентироваться на каком-то на образе и личности потому что ну здесь очень много и талантливых у меня тут уж конечно очередь тому кодуксу бюстов надев ну я конечно не фирма ты попил вот на этот процесс такой что я хотел сделать серию бюстов потом весь рост еще поработать может знаменитых людей но акцентироваться на какой от личности не могу потому что все достойны есть обычный короче но мне даже характере мы продолжаем нашу творческую тему вот у вас недавно новое оборудование запустили гончарный гончарный круг вот об этой направлении прикладному искусству вот об этой тенденции вашей понятно кончарный круг крутится и все чтобы так быстро любовь к этому виду действительности она появилась челябинске когда я учился у нас отделение керамистов был ну естественно гончарный круг керамика это единое целое на третьем курсе я решил попробовать ну пошел в отделение в этом попробовал меня туда засосало на три месяца аж я бросил скульптуру я чисто только занимался гончаркой ну чтобы освоить ну была такая идея конечно сделать такую большую вазу чтобы ее сделать ну надо мастерство конечно вот а потом когда приехал сюда у нас два гончарных круга был на не сломанный быть вот перед новым годом починили и запустили это антистрессовая такая интересная штучка конечно да расскажу сейчас маленькую историю к нам уходит студенты обучается ходит мальчишка мальчик он получается плохо слышит как бы инвалид с рисунком проблематично с ним а поставили у многочарный круг вообще ничего не показывали он только вазочку сделал вот это вот это полезно очень полезно тактильность да но для вас вот эти тактильные ощущения вы не до этого говорили что вот прям завораживает ну да уходишь уходишь туда уходишь почему уходишь на заворации может быть даже медитация да 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 релаксации да ну вот вы это как бы сейчас как бы сформулирует вопрос в это планируете расширить за счет учеников либо это все таки для себя либо ну вот какие направления сейчас в данный момент пока печень для обжига чтобы обжигать можно было но будет будет печка в этом году скорее всего ну ну как бы и для студентов и для себя как часто вы там зависаете для себя раз недельку однозначно нахожусь там но это как бы успокаивает такой вот теперь мы отключимся вот творческого вернемся к начальному такому проекту то-то его мозык ну-ка так как я женатый человек немножко тяжеловат насчет муж ну приходит девчонки вдохновляют как бы не без этого да конечно хорошо тогда небольшой так скажем совет от вас вот что может соблазнить женщин или кто может соблазнить женщину то есть понятно что может быть много вариантов каждый действует по-своему но я вот тут в данной ситуации соблазнение да это не какой-то такую а вот соблазнение творческая ну это еще в должность челябинска многие мужчины если видят на улицу девушку подходит знакомиться как бы ну это никто не актуально а когда говоришь что ты художник они сами все здесь все схвачено как бы искусство она привлекает женские тем более полно то есть вот это банальная фраза по поводу женщины воспринимают ушами да то есть принципе не всегда да ты там приводишь мастерскую показываешь работы я думаю кто знает дядя Егора они в принципе побывали не знаю как обратная сторона сторона луны происходит вот но видно да что женскому население это в принципе на это на конец знаете что я наверное перебиваю тут наверное мужскому не нравится потому что в принципе проекты интересные при нашем городе довольно интересное само по себе место и аурность которая тут происходит она надо и так накатывается на карты по большому счету да конечно не без этого ну в принципе а какие еще еще способ вот просто теперь уже самое главное то любить надо полюбить а не просто соблазнить это как бы да они это чувствуется на энергетическом уровне это как бы я питаю но от них же питаюсь от них все корыстно взамен взаимно все взаимно все взаимно так вот как вы относитесь к сплетням положительно положительно хорошо ли плохо вы их поддерживает иногда поддерживаю но я могу сказать что такое вообще сплетня в общем сплетня это когда люди думают они затрачивают свою энергетику просто надо уметь ее перерабатывать я этим тоже питаюсь давайте поговорим об истинных таких смерть жизни то для вас смерть до что для вас без буквально несколько фраз чтобы мы там я понял для меня смерть первую очередь это мотивация успеть сделать оставить после себя след вот если бы не было смерти мне кажется на этой земле многие люди нихера бы ничего не делать да это мотивация ну вот это и есть принципе страх страх это как бы эгоизм своего рода ну а вообще к самой смерти но я ее не боюсь но это жизнь мы рождаемся и умираем это нормально да спокойно очень ну тогда вот еще продолжение смерти это суицид то есть много каких там мозга ума или е до отношения к суициду очень много греха считаю сейчас проси половина там скажут я думаю тенденция отношения к суициду поменялась за последнее время разных сторон как суицид вы могли бы совершить суицидальные действия думаю нет нет я могу такую притчу манику рассказать упали две мышки было ведро там молоко было одна мышка сразу захлебнулась умерла а вторая мышка превратила молоко в масло и вылезла я наверно скорее всего к этой второй мышке отношусь надежда да получается правильно ну я чуть-чуть по другому отношусь к этому ну ладно это интервью то есть в принципе вы бы боролись да конечно до последнего я думаю это слабые люди наверно кто суицидом занимается хотя как бы представит но я представляю много я как художник воображение хорошо развить это как бы страшно и надо к этому шагу подойти это что должно быть в мозгах у человека чтобы он на себя руки на нож я не соглашусь почему не соглашусь на наше мнение я вот наверное вот говорил приди придерживаясь то есть суть ну может слова неправильно закончить с тобой никакой какой-то она несет себе подтекст допустим просто опять же всегда склоняюсь к своей профессии просто видя людей в разных жизни ситуации я тут наверно за свои проговорю то есть автоназия кто вот за автоназии то есть действительно существует там много юридических тонкостей но и так образно назову я за когда человек оказывается в какой-то ситуации когда ну банальный пример там кома да может быть онкологические какие-то я не говорю что не надо бороться и чтобы никто там нет таких случаях я собираю дождь в таких случаях я собираюсь активизирована ты просто сейчас тогда проговорим как то чтобы было понятно у нас такого раздора не было что вы в суициду подходите как слову ну которая слабость чтобы мы точно поставили да конечно я просто мы по слову одном и по она неправильно другому в нашем понятии мы как вот так чисто логически воспринимается но если здоровый человек здоровый человек там и не смогши не не смогший справиться со своей проблемы которую в принципе можно решить да так давайте правильно тогда я логически тогда мы проговорим не про кого чтобы у нас автоназии надо проговорить хорошо муж и автоназии это чуть-чуть это разного да чтобы у нас было понятно то есть принципе ну как тогда опять же перейти на себя как это слово сказать вы бы ну приняли бы решение по отношению к автоназии с автоназии связанное но если ты был немощные например вот вы бы вот тогда проще вы бы подписали если у вас хватило сил решение по поводу автоназии по отношению к себе себе вот так вот да да потому что как бы когда человек овощи я думаю это не очень хорошо ну да 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 конечно в таком ну допустим не будем говорить масса ситуации бывает что действительно надо принимать решение по поводу чтобы не беспокоить опять же начнем на себя да да не беспокоить себя не мучить тебя не мучить окружающих но это как бы каждого человека на свое понятие кто-то согласен кто-то нет ну да да я пола данной ситуации у меня положительно отношусь к вы вы просили да сейчас 10 человек в россии каждый посмотрят просто вот при тех условиях которые мы пытались сейчас объяснить то есть вот это вы могли бы убить человек жизненные обстоятельства на войне же убивает нормально как ну я считаю это плохо но так как мы живем и бою и постоянно нет скорее всего нет я вообще считаю что человек не здесь должен находиться если взять природу если не будет там бабочки например природе хана будет а если убрать человека природа будет наоборот хорошо такое ощущение что мы не отсюда не от этой земли я сам не знаю но этого и меняться там о чем вы не знаете вот вы говорите я не знаю куда мы а вы бы вот то есть это прострация непонятно а почему нет да то есть потом вы шагнули да шагнул в неизведанное это интересно чтобы вы еще могли бы сказать про смерть то есть я для себя скажу наверно да у меня был опять же страх фактор смерти я с ним клин клин как говорится вышибается пошел работать непосредственно сталкивался с этим но даже дневно и я не всегда 1000 раз у меня знать по моему те уже не прожужжал про это все что я ее в принципе очень нейтрально отношусь с уважением с уважением смерти очень с уважением очень понимаю это очень жесткий философский вопрос который можно там знаешь доходить сюжет да очень нейтральный я в принципе с уважением то есть во всех проявлениях и смерти да вот чтобы вы еще могли от себя сказать по поводу еще раз чтобы вы могли от себя сказать правильное предложение выстраивать по поводу смерти вот такой вот у вас может быть какая-то какая-то нюансик такой есть я тут как бы непосредственно связан даже со смертью так я работаю еще на ритуальных услугах вот и сезон как говорится летом очень много заказов делают деньги на смерть ну по сути да да конечно сталкиваемся как бы умер как бы как принято мы должны умирать старенькие а мы сталкиваемся с детьми и с молодыми с разным возрастом и скорее всего из-за этого наверное я уже относиться начал проще к этому нормально потому что я очень много уже навидался и положительно маску положительно ну это конечно неправильно когда мать охоронит там сына и дочь это как бы не очень много мы тут говорить да не конкретики а просто о своем личном восприятии ну да ну еще как бы такой даже нюанс что приходит клиент когда заказывает ну некоторые плачут некоторые набрать радует в абсолютно разные люди в принципе нету такого шаблона что вот нету шаблона не может быть какого-то шаблона есть мнение да ну да да конечно а вот личное восприятие это такая наверно индивидуально каждого смерть действительно может вызывать как и положительные эмоции да даже вот вашим подскажем бизнесе да вы можете наблюдать и чисто визуально оценивать человека и как кто для него был человек ну да конечно который по данной ситуации пришел ну самый крайний вопрос оказавшись переделал ну у тебя и вопросе конечно нет сказать перед богом а ты передела переделал перед богом и все оказывается нет он просто если бы если бы перед богом я сказал бы спасибо за прекрасную жизнь а переделал ну нахер упаковываюсь конечно у нас такой вопрос о семье вот наверное можете чуть-чуть сказать откуда у вас возникло желание заниматься скульптурой художником чуть-чуть буквально ну наверное с детства как бы свое время когда был мальчишкой маленьким там по моему даже уже после садика школа как я помню если пацаны футбол гоняли то я больше лепил спасти видно и в школе постоянно занимался рисованием то есть оформление кабинетов это сельской местности там не было ни учебных заведений книг и художественных школ вот он оттуда и как привелось ну потом поступил в училище художество перска область город кунгур на камнерезное отделение как бы то связано с камнем скульптурой так как нелепко ближе я пошел на это отделение отучился теперь кошим сыновья можете какой-то момент стоит вспомнить из его детства когда он там тоже пластилин взял или что-то вот что спасу мы понимаем и говорили что именно творческая среда детства он с этими перепуганными всеми связан вот такой момент который может быть вы как отец помните вот когда может быть это было не начало в том понимании как скульптура начало именно тягость его к этому виду деятельности ну тут какая-то закономерность она есть так как я как художник состоялся у меня была мастерская у меня дома я занимался керамикой как бы технологик керамики познавал то есть дети это все видели есть старший младший сын то есть егора и денег старше потом наверное то что они ходили художественную школу старшие и младшие ну это как бы мое желание было как бы художественная школа не повредит им и общение с художниками художники приходили ко мне в мастерскую дети ко мне ездили в мастерскую тоже также художественную когда я в парке работал в фонде работал ну наверное вот это да нет было такое что вот я хотел бы чтобы сыновья были продолжить а может у них какое-то свое мнение было не было такого ну я думаю что не было у них такое это не бара не по крайней мере я не замечал чтобы их привлекало что-то другое ну как спорт это обычно любых пацанов привлекает я сам спортом занимался молодость в юности ну вот тогда я говорю общение с творческими людьми среда да она сформировала моих ребят и один был конечно выбор сначала старший поступил в челябинское скульптурное училище на скульпторы у него как бы выбор был я у него спросил у старшего куда ты хочешь вообще это когда он школу уже закончил пол 9 класс он помялся ну на художника буду учиться с этого началось Егор он через два года да Егор через два года закончил тоже школу 9 классов то есть Егор уже четко по направлению шел то есть он у него желание было он туда и готовился к экзаменам тоже поступил на бюджет отучился приехал на родину свою в Казахстан я как раз мы как бы уже немножко сферу поменяли были трудные времена для творческих людей это как раз не не продавалось ни на высоко ничто и работы уже такой не было со мной мы как бы свое дело открыли семейное вот Егор после училища приехал и начал с вами работать занимался сначала портретами ну как бы работа нелегкая тяжелая потом стал лепить больше уже в лепке работать ну я у Егора заметил что когда он учился в училище у него лепка лучше шла допустим именно чем другие предметы вот это портретная связь я заметил сразу они тоже с натурой работали там я просто видел и как бы я сразу заметил что вот у него портретные варианты это просто его вот на сегодняшний день уже сколько лет занимается лепкой бюджеты известных людей наших в нашей области то есть я как бы это прощаю можете для себя сказать что но я не знаю что вы его учитель нет с точки зрения творчества я понимаю что он сидит может быть неудивно это ответить но постарайтесь отстрогировать вот я учитель ему или нет нет этого я никогда не скажу что я учитель единственное что какие-то поправки я всегда даю вот первый бюджет он делал там где-то были такие ошибки которые допустим в училище не получил то есть такие поправки я подходил и делал ну это были такие моменты что просто они терялись он сам терялся и не мог понять ну у меня опыта больше в этом поэтому все таки я проработал уже по возрасту и по годам я где-то подсказочки делал но никогда сам не исправлял я просто говорил что вот здесь надо сделать так рост заметить ну у Егора хватка хорошего он быстро все берет как бы не тормозит то есть не надо стоять над ним вы бы так сделали как он вот знаете не то что то же самое да вот он превзошел вас допустим или не превзошел или это плохой сравнение ну я понял вы допустим я делал бы то же самое то же самое те же самые условия я бы сделал понятно по другому но вот так в себе внутри если ковырнуться да вот завидую ли я своему сыну что он делал вот наверное так вопрос либо не завидую ну ладно пускай даже если так откровенно завидую я или не завидую сыну во-первых я как отец просто не могу завидовать я могу только радоваться своим сыновьям как они добиваются успеха как они развиваются как художники ну а в том плане что допустим по большей части Егор работает все таки в реализме он конечно как любой художник он хочет делать творческий свою пластику свои идеи ну то есть это как правило любой художник он всегда ищет себя в творчестве то есть у него свой жанр своя пластика свое видение то есть поэтому конечно я допустим то что проходил в свое время в училище учился на алистические вещи лепили все то есть я бы уже не повторял тем более я состоялся как творческий человек у меня керамика свои движения своя тема она не всем понятна но в принципе как бы я на этом остановился у Егора у Егора думают все будет впереди потому что всегда начинать надо с таких реалистических вещей это понимание анатомии понимание характера человек тем более он работает с натурой и с известными людьми которые как бы должны люди знать не просто в лицо а еще чем занимаются люди насколько они известны в этом городе нашем то есть их на кредо их на занятия то есть это достаточно сложно передать и Егор этим занимается и делает как бы ну это здорово ну давайте тогда ну вот что бы Вы пожелали сыновьям в данной ситуации Егору вот такое пожелание чтобы точку нам поставили ну пожелание одно чтобы он никогда не бросал это дело потому что в меру того что я если увлекся как-то ну затянул бизнес то есть заниматься просто некогда творчеством и всегда с сожалением я это понимаю все таки зависть есть поэтому никогда не хотелось бы чтобы мои сыновья бросили творчество и занимались творчеством то есть продолжали и продолжали то есть это должно быть основой в жизни а все остальное приходящее Ваши впечатления творческого процесса который сейчас происходит в мастерской господина Теслицына для меня это такое некое волшебство своего рода которое помогает раскрыть в себе какие-то необычные качества во-первых найти минусы обнажить свои комплексы которые в процессе создания скульптуры ты можешь в себе уже получать проработать и преобразиться таким образом я считаю что Егор когда вкладывает туда свою энергию он помогает этому образу оживиться и в то же время оживляется твое собственное внутреннее состояние то есть ты преображаешься и меняется таким образом твоя судьба она вас изменилась с начала работы ну она начинает то есть я чувствую вот может быть это еще и весна потому что она как-то влияет тоже но в целом состояние в душе вот сто процентов меняется в лучшую сторону вы давно хотели да я вообще не то что бы хотела я даже не думала что это возможно но когда я познакомилась с Егором я услышала такое предложение я сначала испугалась думала ну как я у меня же куча комплексов как я могу вообще позировать и когда этот процесс начал происходить я поняла что это не так страшно что комплексы они только внутри здесь в голове у нас а на самом деле вы сами побороли этот комплекс? комплекс я не поборола они до сих пор еще какие-то есть то есть в процессе это сейчас вот вот обнажается все происходит то есть в принципе они на стадии так сказать борьбы борьбы да но я думаю что я смогу их победить с помощью Егора мечта была вот Егор Геннадьевич всегда говорит о мечте да кстати правильно вы сказали да нет да есть мечта которая конечно же в этом образе она будет отражена то есть в принципе тот кто чувствует он увидит что это за мечта я думаю что она избудется потому что мы работаем над этим сам процесс он по себе необычный я думаю что будет все хорошо грубо говоря о любви художника натурщицы всегда происходит а происходит ли обратное действие как человека который позирует все-таки я думаю что несомненно происходит какой-то взаимообмен энергиями то есть если человек посылает свою творческую энергию ко мне и находит отклик эта энергия во мне то естественно этот процесс он неминуемо будет то есть это может быть какая-то легкая влюбленность как у режиссера как актриси да и так далее то есть все это есть но это конечно не до такой степени что там это развивается во что-то просто это легкое такое состояние влюбленности которым можно поделиться и это очень прекрасно замечательно и давай что-нибудь завершающе не влюбленность и мы закончили ну в принципе все нормально нет нормально все все пойдет все сказала все сказала то есть много факторов то есть перед любимым человеком ты боишься в этих как бы вещах раскрываться что там все понятно как будет а здесь ты же понимаешь что он тебя любя летит ну да а ты хочешь сказать он не хочет тебя страшную сделать а что стоматолог и гинеколог он это делает не любя а им похер понимаешь почему почему я уже защищаю медицину в данной ситуации защищайте просто вы это делаете автоматически а здесь человек творит у него вот это состояние ну можно зубик знаешь вот так тоже со скульптурной ценностью с художественной и гинекология с акушерством тоже это может быть вдохновленнее акушерством так вдохновленнее с вы которой вы вы